Сегодня я буду выступать в роли супермена. Буду проводить спасательную операцию. Всем привет! Из названия видео, я думаю, понятно, о чём мы сегодня будем говорить. Так, я по всем привычному сценарию уже выписала себе несколько пунктов, от которых я буду плясать. Диета — это такая вещь, с которой нужно быть аккуратными. Что такое диета и что такое правильное питание? Я сначала хотела сделать именно видео про диету, а уж после сделать видео про правильное питание. Но говоря о диете, нельзя упускать тот момент, что о правильном питании нужно также упомянуть. Диета — это голодовка, уменьшение количества еды, уменьшение калорий. Что же такое правильное питание? Это полезная еда. Если мы возьмём на рассмотрение пример диеты. Диеты бывают различные, но те, которые пробовала именно я, это один и тот же продукт, который ты ешь на протяжении всей недели. Либо это просто салаты, либо это просто какая-нибудь голодовка, либо это разгрузочные дни, но очень часто. Допустим, ты просто питаешься фруктами. Вот это всё диета, когда ты себе отказываешь практически во всём. В то время как правильное питание, наоборот, направлено на то, чтобы вы ели, вы не чувствовали себя плохо, голодно, либо ущербно, но чтобы вы избрасывали вес и, соответственно, вы не были голодными. Опять же, что такое диета? Диета это то, что наш организм вводит в стресс. Организм много недополучает, происходит сбой в организме, из-за этого многие болеют, упадок иммунитета, много всякой сячины, которая нам не нужна. Опять же, правильное питание это насыщение, это баланс и жиров, и углеводов, и белков. Вы получаете всё то, что вашему организму необходимо. Ещё плюс ко всему, к правильному питанию, я считаю, нужно какие-то пропивать витамины, тот же рыбий жир, к примеру. Это будет вообще супер. Давайте рассмотрим результат от диет и результат от правильного питания. От диет, в основном даже от жёстких диет, приводят к очень хорошим результатам, чисто внешне, чисто для тела. Для организма это не есть хорошо. Начинают со временем выпадать волосы, начинают ломаться ногти, плохой запах изо рта, начинаются синяки под глазами, очень сухая и морщинистая кожа. Я просто не знаю таких людей, которые делали это один раз в жизни, привели себя в порядок и успокоились. Большая часть людей сидит на диетах периодически. И это как раз таки плохо, потому что нет баланса в вашем организме. Получается, вы доводите организм до стресса диетами, а потом после диет вы начинаете есть всё, что вам хочется, и вы поднимаете свой организм в иммунитете, в самочувствии. Вы насыщаете его всем тем, чем можно, нужно, но потом опять диета и опять упадок. Такое происходит в основном у бодибилдеров, когда они на массе сидят, а потом переходят на сушку. Но вы же не бодибилдеры. Вот как раз таки правильное питание заботится об организме. С правильным питанием результат, конечно, дольше немного, но это будет здоровее. Если подойти к этому правильно, недаром оно называется правильное питание, полезное питание. Всё, что относится к ПП, это есть регулярно, ни в чём себе не отказывать, в плане я хочу, я кушаю. Я говорю это не просто так. Чтобы было вам понятно и чтобы вы не думали, что я якобы басни какие-нибудь рассказываю, я вам просто вкратце расскажу свою такую небольшую историю. Я хотела именно снять отдельное видео на эту тему, но не буду, потому что мне кажется никому не интересно это. Но у меня есть некий опыт, я много читала. Я не фитоняшка, я не бодибилдер какой-то. Нет, но я многое попробовала на себе и как раз таки вот из своего опыта я могу сделать какие-то выводы и поделиться ими с вами. Да, у вас может возникнуть вопрос, правильно ли я всё делала. Я не делала что-то по своей прихоти, я именно делала по инструкции. Но начнём с малолетства. Где-то вот начиная с 12 лет, наверное, я сидела на жёстких диетах, потому что я по своему строению склонна к полноте. И, ну, с самого детства буквально была такая щекастая и довольно-таки упитанная. Так как нам мода стала прививать худобу давным-давно, мне тоже захотелось в своё время быть стройной, с плоским животиком, худенькой такой и изящной. Я сидела на диетах просто салатных. У меня даже было такое, что я не ела по 4 дня. Как раз таки вот из-за этого я считаю, я могу поделиться своим опытом и должна просто это сделать, потому что мне жалко девочек, которые себя третируют. Не нужно этого делать. Вы ничего, во-первых, этим не добьётесь, кроме убийства своего организма. Да, вы похудеете, вы значительно похудеете, но минус грудь и минус аппетитные формы. Вы это всё теряете. Вы просто скелет, у которого впалые глаза. Да, у вас очерченные скулы, да, у вас плоский живот, но это некрасиво. Вся одежда, даже самая маленькая, даже купленная в детском мире, на вас просто висит. Как раз таки этими диетами жёсткими я убила свой организм в своё время, поэтому у меня появились круги под глазами тёмные, поэтому у меня кожа такая прихотливая, потому что раньше у меня не было ни прыщей. Появляться они стали как раз таки не в переходном возрасте, не в школе, а после школы, потому что я, начиная вот где-то с 12 лет, да, увлекалась этими диетами. И периодически так же, как и многие люди, я убивала свой организм диетой и потом наедала. Работу своего организма можно наладить. Это очень тяжело, я буквально только сейчас, сейчас наблюдаю изменения. До этого у меня всё было в плачевном состоянии, я очень много косметики тратила на себя, я всё пыталась замазать, потому что мне не нравилось что-то. Я всё пыталась что-то в себе изменить и не хотела мириться с тем, какая я есть. Даже если у меня есть немножко формы, это не значит, что нужно себя гнобить за это, нужно любить наоборот себя. А мы всегда начинаем именно с диет, с ущерба себе, когда нужно начинать отсюда, нужно принять себя такой, нужно где-то что-то подкорректировать, а не обрезать. Вы убиваете свой организм диетами. Я не советую ни одну диету, нет ни одной нормальной диеты. Также я пробовала и правильное питание. Это баланс. Ты ешь, если даже и по чуть-чуть, вот у меня было 5-разовое питание. Я ела всего по чуть-чуть и салат, и курочку, и какую-то крупу могла съесть. Но это было сбалансированное питание, и это 5-разовое питание, это дробное питание, как его называют. Также лучше с правильным питанием совмещать лёгкие тренировки. Не нужно идти в спортзал и тягать железо. Вы девушка, вы девушка. Не нужно перекачиваться. Если вы, конечно, не поставили перед собой такую цель, то тогда, пожалуйста. Девушка должна подчеркивать всё в себе, но не чересчур выпячивать. Не чересчур это всё убивать, и чтобы всё высохло и осталось просто вот. Я также попробовала множество тренировок различных. Также пробовала такую систему, как у бодибилдеров. Сидеть на массе, потом на сушку. Честно, это тоже убивает организм. И к этому либо нужно привыкнуть, и это должно вам приносить какой-то доход. Это должно быть вашей работой. Только ради этого, я считаю, нужно так делать. Для своей личной красоты и внутренней, и внешней лучше заняться правильным питанием. Лучше найти то правильное питание, которое вам нравится. Но в то же время опять себе ни в чём не отказывать. Делайте, к примеру, так. Целую неделю вы сидите на правильном питании, вы кушаете нормальную еду. В выходные делайте себе какие-нибудь такие дни, которые вы можете съесть шоколад, съесть что-то, то, что вам нравится. Не отказывайте себе в этом. Не обжирайтесь, конечно. Недаром Аня Лорак сказала, что залог хорошей фигуры это жрать нужно меньше. Но меньше не в ущерб опять же себе. Что лучше, диета или правильное питание? Честно вам сказать, я пробовала и то, и то. При правильном питании у меня с гастритом моим всё нормально, он меня не беспокоит. И чувствую я себя хорошо, сбалансированно, не голодной. Если ещё есть и тренировки, то вообще я себя шикарно чувствую. При диетах вы убиваете свой организм. Я это попробовала, и я этого больше не хочу, и вам не советую. Я, конечно, не буду агитировать никого. У каждого есть свой опыт, у каждого есть свой выбор. Я рассказала свой опыт. Будьте здоровы, любите себя, живите, радуйтесь жизни. Не нужно стараться нравиться кому-то, нравьтесь себе. Но не в эгоистичной форме, а именно как-то красочно, любвеобильно, даря радость другим. Если у вас есть какие-то вопросы ещё на эту тему, то, конечно же, пишите. В инфобоксе оставлю ссылку на канал, по которому я тренируюсь. Надеюсь, вы найдёте для себя там какие-то особенные тренировки, которые вам понравятся. Советую вам найти то правильное питание, которое вам понравится. Потому что есть такие люди, которые не всё любят из еды. Я, допустим, всеядная, я люблю всё, особенно если это уметь приготовить. Но если вы что-то не любите из еды, то можете найти в интернете в любом случае, как, что готовить, с чем можно, что совмещать. Хотя я считаю, что можно всё совсем совмещать. Можно понемногу. Углеводы, белки, также жиры. Я, допустим, вообще делаю так. С утра углеводами заряжаюсь, потому что углеводы заряжают наш организм, стимулируют мозг наш, даёт нам активность. Углеводы я могу есть до обеда. Какие-нибудь яблоки, салаты, это, в принципе, всё можно. Во второй половине дня я обычно использую белки. Это даёт очень большой рост и округлению твоего тела. Особенно если это совмещать всё с тренировками. В общем, удачи вам. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!